Как вы знаете, сегодня мы отмечаем 29-ю годовщину установления дипломатических отношений между государством Израилем и Азербайджанской республикой. Это на самом деле важное, знаменательное историческое событие. Конечно, у этого сотрудничества и партнерства есть очень много завистников. В данном случае хочу сказать, что израильско-азербайджанские отношения носят очень высокий политический характер. Уровень политического доверия между странами и главами государств на самом высоком уровне. С экономической точки зрения Азербайджан является очень важным стратегическим и экономическим партнером Израиля. Так же, как и Израиль. В том смысле, что Израиль является одной из крупнейших стран, покупающих азербайджанскую нефть на мировых рынках. Кроме этого, наше отношение еще носит очень важный военно-стратегический характер. Мы знаем, что во время Отечественной войны Азербайджан применил очень важные и очень критические военные средства, которые имели технологические преимущества. В этом смысле очень важно это сотрудничество развивать и расширять, и углублять. Но самое главное в наших отношениях есть очень один большой фактор, который очень часто нет в других отношениях с другими странами. Это то, что между нашими странами существует прежде всего человеческий мост. Сегодня в Азербайджане проживает более 20-25 тысяч евреев, горских евреев, ашкенадских евреев. Они живут как дома, они живут дома, в отличие от многих стран мира. Азербайджан является страной мультикультуализма и толерантности. И на примере отношения руководства Азербайджана и народа Азербайджана к еврейской общине мы это можем наблюдать. Мы, как выходцы Азербайджана в Израиле, очень гордимся этим фактом. И поэтому я думаю, что этот фактор гуманитарный имеет очень важное значение. Не будем забывать, что в Израиле проживает азербайджанская диаспора, проживает выходцы Азербайджана. У нас есть азербайджанский дом в Израиле. И мы, люди, которые создали этот дом, в данном случае очень гордимся этим фактом, что на израильской земле есть азербайджанский дом. Во-первых, с радостью отмечаю, что уже прошло 29 лет со дня восстановления отношений. Я помню, как это было. Я помню, как это развивалось. Я помню, как первые дипломатические работники из Израиля, еще до того, как Министерство иностранных дел подписали, оформили, приехали в Баку. Это были работники моей службы. Мы тогда начинали первые контакты, потом приехали работники МИДа. И уже все вошло в более дипломатическое русло отношений между государствами, потому что мы занимались только одним аспектом этих отношений, но продвигали и другие. Значение того, что с Азербайджаном у нас дипломатические отношения и тогда, и сегодня были для Израиля очень и очень важны. Во-первых, мы видели в Азербайджане одно из серьезнейших государств на Кавказе. Для нас было важно, что это государство, основное население, большая часть населения, которое исповедует ислам. И это для нас тоже важно. Хорошие отношения с исламским миром для Израиля очень важны были всегда и сегодня. И мы очень были рады, что Азербайджан является одним из первых государств вне нашего окружения, с которым мы заключили дипломатические отношения. То, что Азербайджан занимает центральное место на Кавказе, между Кавказом и Ираном, между Ираном и Россией. У Азербайджана особые близкие отношения с Турцией тоже имели для нас огромное значение. То, что Азербайджан является одной из нефтедобывающих, селял нам большие надежды, и они были оправданы. За годы в наши демократические отношения большую часть нефти мы получали из Азербайджана. И экономические отношения, и политические отношения, и отношения также в военной области. Призошли все ожидания, я думаю, и той, и другой стороны. Мы были свидетелями тех событий, которые происходили в Азербайджане. И к азербайджанскому народу у нас, у евреев, свое особое отношение. Кроме самих евреев Азербайджана, как горских, так и негорских, из-за всего Кавказа, никогда в Азербайджане не было никаких антиеврейских выступлений, антиеврейских действий. Мы это помним. Одна из немногих стран в мире, где евреи всегда чувствовали себя спокойно, и под защитой государства и власти. Так это было и в те годы, когда я первый раз приехал в Азербайджан в начале 90-х годов. До отношений тем более плоских. И сегодня мы считаем, что модель наших отношений с Азербайджаном, она может быть моделью для многих других стран. Все более развивающиеся экономические отношения. Взаимовыгодные. Никто никого не использует. Это уважение к национальным интересам, к национальным особенностям каждой страны. Это особое уважение и принимание во внимание интересы каждой из сторон, особенности каждой из сторон, проблематику каждой из сторон. И несмотря на сложности, с одной стороны, как положение в Иврале, с другой стороны, как положение Азербайджана, Мы находили всегда взаимовыгодное решение наших общих проблем без того, чтобы другие проблемы, не имеющие к нам отношения, оказывали на них отрицательное влияние. Товарооборот между нами огромный, я думаю, он будет улучшаться. И только одна техническая деталь, желательно, чтобы это исправилось в ближайшее время, это то, что у нас нет посольства Азербайджана в Израиле. Не то, что это отказывает какое-то влияние на наши отношения. Они развиваются намного лучше и успешнее, чем со странами, чьи посольства у нас есть. Но, как говорят, пустяк, но приятно. Увидеть азербайджанский флаг на одном из зданий в Израиле, в Иерусалиме, если будет возможности, в Тель-Авиве, не принципиально сегодня. Я думаю, что это было бы окончательное выражение особых, особо близких, особо крепких отношений между Азербайджаном и Израилем. Я думаю, что они будут еще больше улучшаться.